Приветствую. Концепция мобилизации. Когда я увидел эти заголовки, ну, честно говоря, повелся. Повелся на эти заголовки. Почему? Потому что, услышав такое громкое слово, я надеялся увидеть, ну, что-то новое. Ведь концепция предполагает некое глобальное осмысление и переосмысление того, что происходит. Учет ошибок прошлого. И я надеялся, что я увижу в этой концепции действительно что-то новое. То, что изменит отношение общества к мобилизации. И первым пунктом, на мой взгляд, в рабочей, действующей концепции, знаете, какой пункт должен быть? Обвинительные приговоры с реальным наказанием для всех представителей ТЦК и СП, которые замечены в нарушении прав человека. Никакой условки. Только лишение либо ограничение свободы. Только реальные приговоры. И мы по телемарафону должны увидеть реализацию этого пункта. Мы должны увидеть видео. Вот представитель ТЦК и СП нарушает права человека. Вот этот же представитель ТЦК и СП в суде. И суд оглашает обвинительный приговор. А вот этот же представитель ТЦК и СП находится за гратом. Да, это шоу. Но шоу это то, что мы умеем делать хорошо. И такое шоу, оно бы заставило, возможно, нас поверить в то, что государство изменило свой подход. И оно теперь заботится о каждом гражданине Украины. Но мы пока этого не видим. А без этого, мне кажется, невозможно изменить отношение к мобилизации. Изменить отношение человека к мобилизации на правильное отношение. На то, которое должно быть у человека в то время, когда в Украине такая сложная ситуация. Но почему-то государство этого не делает. Вторым пунктом мне бы хотелось в этой концепции увидеть обвинительные, реальные приговоры для участников коррупционных скандалов. В первую очередь коррупционных скандалов, которые связаны с разворовыванием денег Министерства обороны Украины. С разворовыванием гуманитарки и прочего. Но вот это на первом месте. Но правда по этому пункту, по коррупционным скандалам, честно говоря, я оптимист, конечно, но даже я не надеюсь. Но первый пункт с привлечением к уголовной ответственности представителей ТЦК и СП можно справиться. Это то, что реально может сделать государство. Причем легко. Но оно же может легко, там в считанные недели, привлекать к ответственности какого-нибудь, как мы любим теперь называть, ухылянта. Да, там уголовное дело может быстро закончиться. Так а почему в отношении ТЦК и СП так быстро дела не проходят? И где они вообще? Почему нам их не показывают? Но, но, это все мои желания. А что мы получили в реальности? В реальности мы получили концепцию мобилизации, которая строится на кнуте, кнуте, кнуте и непонятном прянике. И этот подход, он, знаете, что показывает? Что над ним не работали специалисты в сфере юридической ответственности, которые бы показали и рассказали многоуважаемым депутатам, что идея просто усилить ответственность, она ни к чему не приведет. Да, наукой уже давно доказано, что усиление юридической ответственности не приводит к снижению количества правонарушений. И примером, знаете, что может быть? Коррупция. Коррупция. Вот вы прекрасно знаете, что в Украине есть уголовная ответственность за коррупцию. И там сроки же неплохие. Вопрос, это искоренило коррупцию в Украине? Нет. То есть не сам факт наличия ответственности решает проблему. И давайте так, в Украине есть 115 статья Уголовного кодекса за убийство. Но давайте честно себе скажем, мы не убиваем людей, потому что статья такая есть. Ну, представим себе, сейчас убрали бы статью, вы что, пошли бы людей убивать? Конечно же нет. Нас от совершения правонарушений удерживают совсем другие механизмы. И мы не убиваем людей, потому что считаем, что это неправильно. И все. И даже если убрать эту статью, ничего не изменится для нас. Ну, для нормального человека ничего не изменится. И соответственно, вот то усиление ответственности, которое заложили в эту концепцию, оно же принципиально не повлияет на сам процесс мобилизации. И тем более, оно не улучшит отношение общества к мобилизации, а именно отношение общества, восприятие общества к мобилизации. Вот это залог успеха успешной мобилизации. Ох, залог успеха успешной, да, масло масляное получилось. Ну ладно, пусть так и будет. А теперь перейдем и посмотрим, что конкретно нам предлагают. И я вот на некоторые пункты обращу ваше внимание. Вот такой концепт мобилизации появился на фейсбук странице Юрия Бутусова. И по его заявлению, именно этот концепт рассматривается сейчас в комитете Верховной Рады. И сразу хочу вот перейти к тому пункту, который меня больше всего, наверное, возмутил. Вот этот пункт с названием примус. Потому что вот оно, вот здесь же они все написали, все показали, что они думают по поводу того, что надо делать, как обеспечить эффективную мобилизацию. И вот мы вот здесь вот почитаем. Не проходжение верификации протягом зазначенного периода штраф 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен штраф. Вы вот вдумайтесь, вдумайтесь. Вот он, штраф 100 тысяч гривен. Напомню, сейчас штраф у нас 5100 гривен максимально возможный. И вот его хотят ни много ни мало увеличить в 20 раз. И они думают, что от того, что увеличить штраф до 100 тысяч гривен, что это вот прям человека заставит что сделать? Ну вот, что вы можете заставить сделать под угрозой забрать 100 тысяч гривен? Ну это же не 100 тысяч гривен, смотрите. После того, как наложили штраф 100 тысяч гривен, если человек не пришел, то будет что? 200 тысяч гривен. А как вам глобальность подхода? Сразу в два раза. А если и это не поможет, то послушайте, что будет. Админсуд, то блокирование выездов, водительских прав, скасывание всех государственных допомог и субсидий, а также неможливость работать как ФОК и получать кредиты протягом следующих 10 лет. Вы понимаете глобальность подхода? То есть мы хотим человека просто вот, ну что, растоптать? Ну реально. То есть 100 тысяч плюс 200, 300 тысяч штрафа. Лишить возможности быть его ФОПом, лишить всей социальной помощи и даже кредиты ему 10 лет не давать. Напомню, в части первой статьи Конституции Украины, в статье первой написано, что Украина является социальным государством. Вот это проявление социального государства, вы вот вдумайтесь, сидит депутат какой-то и ему приходят в голову такие мысли. Неявка в ТЦК по повестке. Вот, то же самое. 100 тысяч гривен штраф, потом 200 тысяч гривен штраф. Отчего здесь остановились? Шли бы дальше, потом 300, 500, миллион. Ну почему остановились на 200 тысячах? Причем, заметьте, какая есть здесь конкретика. 100 тысяч, 200 тысяч. А если вот подняться на один пункт выше, который называется мотивация. Вот видите, мотивация. И тут написано сбильшение ЗП на передовий. Вопрос, а почему здесь нет конкретики? Почему вы здесь не написали, если вы увеличиваете штрафы, так почему вы здесь не написали там, зарплата 300 тысяч гривен? Почему здесь этого нет? Здесь почему-то никакой конкретики. Ну, благо, конечно, да, надо сказать, отдать должное, что тем, кто 12 месяцев пробыл на передовой, вот есть тут списание заборгованностей, да, вот есть доступ до дешевых кредитов и другие такие заохочения. Ну вот вопрос, чтобы эти заохочения работали, нужно сначала, чтобы человек захотел туда прийти. И его нужно не загнать палкой, вот как вот здесь предлагается. Ведь это механизм реально загона, вот просто механизм загона. Здесь не говорится о том, что мы должны человека переубедить. Мы должны его загнать штрафами, огромнейшими штрафами, которые, ну, просто людям не посильны. А знаете, что будет от этих штрафов? Да ничего не будет. Потому что человек, который понимает, что этот штраф для него не посильный, он его уже не боится. Боишься ты только тогда, когда, ну, там, ты понимаешь, что вот, ну, как-то ты можешь оплатить, но не хочешь все. 300 тысяч штраф, ну, это не посильный штраф. И вы никак не выбьете из человека этот штраф. Потому что люди уже переписали имущество на своих жен. Уже, еще после первого законопроекта 10.379. Они не дожидались вот этого всего. Зачем это все? Зачем? Мы же еще больше ухудшаем саму идею мобилизации. Мы ее еще больше нивелируем такими нормами. А давайте дальше посмотрим, что по отсрочкам предлагают. Вот здесь, заметьте, да, бронирование. Кого бронируем? 50% госслужащих, 50% всех силовиков. Ну, понятно, понятно, вопросов у нас здесь нет, да. Здесь мы прекрасно все понимаем. Вот. Отсрочка. Смотрите, все категории дьючи. Вот оно про отсрочку. Но аспиранты под вопросом и догляд под вопросом. А дальше, смотрите, вот они здесь есть пункт такой. Резервы для ЗСУ. И кто здесь? Пенсионеры, силовики. Ну, по сути, я думаю, здесь все согласны. Действующие силовые структуры. Все согласны. А дальше, фейковые студенты и аспиранты. А как вы будете выяснять, фейковый студент или нет? Ну, вот как вы выясните, если человек учится? Вот он учится в аспирантуре, учится в университете. Ну, как вы? Кто? Кто? Или это очередной просто у нас такой ярлык, который на людей хотят навесить? Да, есть ухылянд, есть фейковый аспирант, фейковый студент. Ну, что это такое? А дальше, смотрите, какой прекрасный пункт. Обмежено предатней, если проходжение ВЛК и вызнаня их предатными. Ну, честно, ну всерьез это читать просто невозможно. Ограничено пригодных, мы отправим до ВЛК и признаем их пригодными. Остался вопрос, ну если такой план, зачем их отправлять на ВЛК? Ну, может сразу уже признать пригодными, да и все. Ну, зачем, к чему эти формальности вообще? Какой вывод из этого всего? Да, мне кажется, он простой. Люди, которые разрабатывали этот концепт, эту концепцию мобилизации, они, я не знаю, ну не ощущают, получается, тех проблем, которые есть с мобилизацией. Они не понимают, как их решить. А действуют, ну, такими простыми, топорными, можно сказать, методами, да. Давайте просто усилим ответственность. Давайте, а вот всех сейчас накажем и все. Ну, друзья, ну это не помогает. Ну, вы привлеките к этому вопросу хотя бы одного ученого-юриста, который вопросами юридической ответственности занимается. И он вам скажет, что это не поможет, не сработает. И подтверждений тому масса и наука, и уже это давным-давно доказано, что если вы хотите, чтобы человек что-то делал и делал то, что вы хотите, да, вы должны ему дать совсем другие стимулы, совсем другие, а не штрафы в 300 тысяч гривен. К сожалению, к сожалению, нужно констатировать и тот факт, что с такими подходами депутатов мы не решим проблему с мобилизацией в каком-то ближайшем обозримом будущем. И надеяться на то, что здесь будут какие-то улучшения, какой-то более серьезный подход к защите прав человека, честно говоря, вот с такой концепцией просто не приходится. Понимаю, что видео, наверное, получилось таким грустным, и вывод не очень веселый. Ну, не знаю, друзья, может, если вы хотя бы разделяете мои взгляды на то, какой должна быть концепция мобилизации, с чего она должна начинаться, да, а начинаться она, напомню, должна с привлечением к уголовной ответственности представителей ТЦК, которые нарушали права человека. Ну, может, хотя бы здесь мы сойдемся, и вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, и пообщаемся об этом еще и в рамках комментариев на моем телеграм-канале. Его название вы видите сейчас на экране. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.